Все, мама уже в палате, мы едем в больницу. Клиника находится примерно в 10 остановках от центра, вернее от центрального вокзала, если ехать на поезде или на метро. Мы все-таки решили поехать на машине. Дорин был в аэропорте, отвез наших двоюродных братьев, они уехали обратно в Румынию. Мама уже со мной говорила по телефону, у нее все нормально, она веселая. Трезвая, уже очнулась, все нормально, уже даже покушала. Едем, хотим ее проведать, и доктор ей сказал, что быстрее всего завтра или послезавтра, в крайнем случае, ее отпустят домой. То есть процедура такая скоропостижная, не очень долгая. От нашего дома и до клиники 33 километра, если ехать по трассе. Увидимся в клинике. Все, приехали в клинику. Клиника называется ОКМ, то есть ортопедическая клиника Мюнхена. Второй этаж, восьмая палата. Приконник. Мама моя, и сейчас е тенера. Как ты себя чувствуешь? Глаза пухшей, правой Анастезия была Правой стороны В шею И Анастезия общая И взяли на операцию Пол одиннадцатого И привезли в палату В четыре часа вечера Два часа в реанимацию Отходняк Все хорошо, все супер Температура нормальная Дали таблетки на вечер Все, а завтра, наверное, выпишут Еще имеешь телевизор Вот там вот наверху Но быстрее всего, что не работает Работает все Работает? Имею, смотри, я даже посмотрела за окном Имею лампу Такой дневной свет Тебе говорят по-румальски? По Ифак Петру, он увез Аааа Чайно он залечит Посмотри, там на улице Есть лампа темного света Длинная И есть такой вот Выключатель Что можно ночью себе Ее там за окном включать И перебрак За окном был парк небольшой Вот на крыше балкона Делал как мини-парк домашний Очень классно Чай целый термос Горячий Я думала из цветового Это обычный чай с пакетиками С тех пор как я снимала в больнице Прошло уже два дня Маму таки не выписали У нее были такие Ну, осложнения небольшие Но осложнения Давление постоянно скачет Боли тоже конкретные Рукой она еще плохо двигает Только пальцами чуть-чуть Но она чувствует Что у нее вот такая как Окаменевшая рука Поэтому Быстрее всего, что до пятницы Ее еще буду держать в больнице А сейчас я иду к семейнику Сдам анализ на количество вирусов Спешу, как всегда Сейчас куплю себе вилет Но, в принципе, самочувствие очень хорошее Вот второй день Сегодня получается третий Я принимаю хардон И как-то даже легче стало Дышать и бегать Свободно так Да, С4 едет только до Трудеринга Это две остановки Не доезжая до моего поселка Мне, походу, нужно ждать С6 Вот тот вот Зелененький Через 10 минут Жду, 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 жду Свой поезд от обратно домой Маму сегодня выписывают Хотя ей очень плохо Через часик, через два поедем Привезем ее домой У нее очень сильно скачет давление Она даже сейчас под капельницей Друзья, вот так происходит сортировка мусора в Германии Видите? Здесь нельзя просто прийти и выкинуть мусор в контейнер возле дома Не, но и раз, когда вижу в Румынии, допустим Что люди выкидывают упаковки Там мусор с кухни Бутылки Все в один мешок Все в один контейнер Мне аж дрожжу касает меня Едем забирать маман домой Субтитры сделал DimaTorzok Я мечтал уже пять месяцев самому устаться А ты такие планы мне испортила Если ты приведешь кого-то, бабушка не будет выходить Так какой выходить? Я хотел в комнате Вот так, хочу в туалете Привет! Привет! Как дела? Привет, глазарет Как дела? Все хорошо Только с больницы Все отлично Все в гипсе Все в бронежилетах Да, все они в бронежилетах Подарили мне бронежилет А, подарили? Ну да А где... Когда привезут тренажер твой? Завтра Артем, что здесь? Мы к тебе в гости, а ты так... В Германии я не чувствую себя пришибленной Во, как детишки сели Просто вот так вот на землю И сидят А то в наших странах Люди немножечко странно смотрят Когда женщина вроде бы адекватная Взрослая А сидит попой на земле Ну я обычно только когда на каблуках И в платье себе такого не позволяю А так в нормальной жизни Устала, присела, отдохнула Ждут своих родителей Вон наша бабулька рядом Я даже не заметила Вот плагиат, блин Тоже цветочки посадила Классно Так, иду к итальянцам Здесь рядом у нас итальянцы живут О, тоже цветочки У этих маслин Реально маслин Оливковое дерево Сто процентов По листьям вижу Точно Ну что, может бизнес Хотя здесь развести Оливки будут выращивать на балконе Прикольненько так А ну где мои работают? Работают Дарин делает фотки Надо отправить этим из Мемокса Чтобы они нам Еще один раз проработали наш заказ И выслали нам то, чего нам не достает Я отправила обратно вот эти четыре дверюхи Которые вообще другого цвета И которые лишние в нашем заказе Ребята, я собираюсь бегать домой Вчера мы пытались позвонить в клинику Уже в конце концов Добиться результата биопсии Но его до сих пор нету Я надеялась, что у меня на этой неделе Будет еще одна встреча с хирургом Чтобы он взглянул на мою грудь И сказал мне, когда я начну Но я так понимаю, что хирург в Германии До такой степени занят Что он даже и не собирался меня видеть До лучей 2, 3, 4, 5 раз Я думаю, что по специфике работы в Германии Хирург тебя видит уже в последний момент Когда уже у тебя грудь отошла На ней уже нету синяков Для того, чтобы конкретно назначить тебе число Когда ты начинаешь делать лучи Поэтому я сейчас собираю чемоданы И еду в Румынию На недельку, ненадолго Если на следующей неделе мне позвонят И скажут, приезжай прямо сейчас Я найду билет на самолет И прилечу прямо в тот же день Если я смогу немножечко отсрочить Эту запись, этот термин Тогда я попробую отсрочить до следующего понедельника Сегодня пятница, завтра суббота С утра мы выезжаем У меня куча барахла Которое должно доехать в итоге до Румынии Я уже здесь 5 месяцев Собралась кучу подарков для дочки На прошлой неделе Был ее день рождения Мы там кое-что ей купили Потом то, что она заказывала Пару вещичек Так что, как всегда, у меня багажник будет фу! Сейчас вам покажу, что я везу с собой домой Не свои конкретные вещи, а то, что я приготовила валик Девочки, первое, чем я хотела бы с вами поделиться Это вот такие вот тапочки Вот такие, которые сейчас на мне Эти тапочки продаются на Алиэкспресс всего лишь по 5 евро Чем они хороши? Тем, что они широкие Подошва не скользит И ножка вмещается даже в теплых носочках Они хороши как для пляжа, так и для комнаты Я купила себе для всех своих гостей И отвожу их в топлицу, в свой поселок в Румынии В разных расцветках купила Здесь размерчики идут Ну, допустим, у меня 35 И 35-го, конечно, там не было Поэтому я купила 35-36 Они подходят и для мамы, и для меня И как бы на мне они не кажутся длинными А на ней они не кажутся маленькими Сейчас померю вот эти вот бирюзовые Тоже классненькие такие И смотрятся тоже так кокетливо, я вам хочу сказать Не как обычные, какие-то дешманские шлепки Вот Купила 6 пар Везу Вали Когда к ней домой приходят клиентки Ей постоянно нечего им давать обуть Тапочек, как говорится, мало не бывает Кидаем в чемодан шлепанцы Ой, блин, уже полный чемодан Дальше мы кидаем в чемодан пахнючку Я вам говорила о ней Котонкур, мой любимый запах Купальник, все же с Алиэкспресс Стоил 9 или 10 евро Я вам почему это показываю, девочки Вот это верх, а вот это вот низ Для того, что если вы хотите обзор на какой-то из этих товаров Это совершенно не реклама Ну, если вы хотите узнать, сколько эти вещи стоят на Алиэкспресс Если, конечно, ссылка не сгорела Обращайтесь, я вам обязательно расскажу об этом Плюс, очень-очень классная штука с Алиэкспресс Это такой портативный аккумулятор Я купила абсолютно всем Этот, по-моему, в белой расцветке Вот он Короче, эта штука, если у вас разряжается в дороге, допустим, телефон Здесь есть и провод, по-моему, в придать сюда Вы можете с легкостью воспользоваться этим аккумулятором наружным И зарядить ваш телефончик Смотрится тоже очень аккуратненько Но немножечко толще, чем айфон Но очень классный Я вам сейчас не могу сказать, сколько там памяти Но дохренище это точно Потому что выбирал Артем И сказал, что это самая большая память Которую он мог найти на Алиэкспресс Короче, называется Рок Стоило, ну, не знаю Ну, по-моему, евро Ну, 10 Ну, по-любасу дешевле, чем у нас По-любасу И вещь хорошая Не какая-то там халтура Именно работающая Плюс я купила в Али маски Мараканойл Все знаете эту фирму Я ни разу ее не пробовала Я себе расческу купила Забыла, в каком номере Она у меня в ванной комнате Я ей купила Ну, вот эти вот Которые у них там Бестселлеры С желтеньким И с оранжевым Это восстанавливающая маска И увлажняющая То есть комплиментирующие себя маски Я иной раз Когда у меня еще были волосы Если постоянно Пользовалась только увлажняющей маской У меня волосы как-то оседали Они выглядели Ну, не то, что жирнились Но в них не было совершенно объема Поэтому иногда Вроде бы волос уже поврежден От обесвечивания Да, и тебе кажется, что ему Надо давать только увлажнение Оказывается, нет Иногда надо давать и восстановление То есть чередуя масочки Мы достигаем нужный нам результат Опять же, из этой же серии Сейчас не буду углубляться в подробности Увлажняющая и восстанавливающая Я купила в банках по 250 мл Если ей понравится И если мне понравится тоже То у меня будут волосы Я куплю большой посуде То есть литровую бутылюку И буду приливать вот в эти вот Баклашечки поменьше Дальше, что я еще купила Валя давно хотела эпилятор Она получила его вот, пожалуйста На день рождения Силки пил 9 Кому хочется узнать обзор Или мнение об этом аппарате Тоже, пожалуйста, пишите под видео Также я везу ей краску Она хочет перекраситься И она когда-то очень сильно Испортила свой волос Потому что она хотела Из такой лютой брунетки За один раз перейти в блондин И в течение трех дней Обесвечивала себя любыми путями И, само собой Вы сами можете понять Что из этого получилось Но ей тогда было только 15 лет И она до такой степени настаивала Что я, в конце концов, ей разрешила Потом она жалела Но я хотела ей доказать На своей же шкуре Чтобы она поняла Что иногда прихоть приводит К плохим результатам Надо думать своей головой Если бы я ей не разрешила Это сделать тогда в 15 лет Или сколько ей было Она бы думала всю жизнь Что она бы вот такой бы красоткой Блондинкой была Если матушка у нее была С более раскрепощенным мировоззрением И поэтому я решила Оставить выбор за ней Сейчас, конечно, она хочет постепенно Приходить обратно к своему цвету Так что мы подглянули В влог Вики Моисеевой Все знают Вику Как ее там киска The Cat И она там говорила Что она пользуется Вот этой вот краской от Матрикса Именно 6А В которую добавляет Немножечко 5Н Посмотрим, что из этого получится Получится или нет Идет вот такое вот полотенце От фирмы Сантропе Безумно мягенькая Валя едет на море У нее есть куча полотенец Но опять же, как и шлапцев Полотенец никогда не бывает Много Кидания в полотенце Конечно же, Валя меня убедила Купить ей куртку Джинсовку Такую же, как и у меня Я решила не покупать Чтобы не ходить Как две Тамары Кодек пары Поэтому я купила Таких же размеров Вот такую вот курточку Джинсовочку Тем более, что сейчас Я вам позже покажу Я ей купила Такого же цвета Примерно сарфанчик Очень сексапильный Тоже джинсовый И я думаю, что в сочетании Будет круто смотреться И не подумайте, что я тут понтуюсь Я просто вам показываю То, что я кидаю в чемодан Может быть, кому-то интересно Может быть, кто-то приглянет Для себя что-нибудь новенькое Шортики Вот такие вот Тоже классно будут розово Пыльно-розово смотреться Джинсовкой Майки Я вам показывать не буду Хочу вам показать Еще одну куртку-косуху Которую я купила На Алиэкспресс Эту джинсовку Я, посмотрите, покупала Обычные вещи На Алиэкспресс не покупаю Но что-то в этот раз Я решила попробовать И вы знаете Куртка Вот эта косуха-кожанка Выглядит очень даже прилично И материал такой Ну, кожа-имитация, конечно Ну, очень удачная имитация Я уже вам покажу Навалину Себе сейчас неохота Примерять Майки-футболочки Я вам так же не буду показывать Они, в принципе, похожи На мои майки-футболки Так, дальше Что я еще буду Приехала инспекция По правам потребителя Блин, ничего не утаишь от него Что я еще кидаю Вале в чемодан Это вот Ико Тот брашинг О котором я снимала видео Но В ближайшем будущем Он мне не понадобится Поэтому подарок Вале Как же ей Подпортила Сколько подарков Боже Дальше Дальше Валя подглядела Что я себе купила Тот фен От Дайзена И, конечно же Хочет себе Тоже новый фен У нас дома Напомню Фен не очень хорошего качества Поэтому Вы знаете Я думала Купить Еще очень-очень давно Вот этот вот фен От фирмы Парлукс Это итальянская фирма Очень хорошая И многие блогеры Рассказывали об этом фене И в парикмахерской Я видела У своего стилиста Тоже вот именно Вот эту вот модель И этот фен И я решила Купить Раз уж Я не могу себе позволить Купить еще один Дайзен Вале Все-таки Купить хорошую Качественную вещь Поэтому я остановила Свой выбор На вот этом вот Парлуксе Я его дома вскрою Покажу Как он работает У Вале волосы Ленющие Так что будет Более идентификационно Увидеть на длинных волосах Как работает этот гаджет К этому фену Шли Насадки По-моему Две или три Там внутри Я его точно не знаю Вот эта вот штучка Как же она называется Она прикручивается На попку фена И что же она делает Как же это Нормальными словами сказать Ну как Глушитель У пистолета Да Вы поняли Короче Антишум Такая вот насадка Для кудряшек Клевая Валя будет себе Кудри крутить Такие вот очки С Алиэкспресс Валя заказала По-моему 13 евро Вот какая они смотрятся Так как Валя Посеяла свои очки У нее конечно же Были новые И не с Алиэкспресс Она их то ли поломала То ли потеряла Уже даже не помню Эти дети Знаете Постоянно читала мать Что я уже не помню Что они створили Поэтому я решила Поделиться Своей покупкой У меня было Три пары А в этом году Я что-то продешевила И все заказала С Алиэкспресс Шучу конечно Одной парой Поделилась Мамой Второй парой Поделилась Валей И третья Осталась Мне Больше Конечно эффекта Друга богата Но зато Есть стильный Фоксапильный Эффект И у кого Сисюльчики Стоячие Вообще Круто смотрится У меня звонит Телефон Мне надо принимать Таблетку Запатир Продолжим дальше Сейчас Что напомнил Телефончик Ты мой родной Красивенький Так Главное не перепутать Сегодня у нас Спрай Так То есть У нас сегодня Пятница Хорошо Что не тринадцатые Берем таблетку За два